Друзья дорогие, я вас приветствую. Приветствую из Калифорнии. Я нахожусь возле Сан-Хосе недалеко. Уже пару видео я упоминал. Вы видели об этом местечке, где я нахожусь. Такой вот городок Санул. Я тут рядом разгрузился в такой долине, в таком каньоне, можно сказать. Тут, кстати, и каньон, так же называется Санул. И тут есть такая железнодорожная станция маленькая. Я прошелся вокруг и увидел некоторые детали, некоторые моменты, с которыми я хотел поделиться с вами, о которых рассказать немного. Значит, мое внимание привлек, друзья, вот такое заведение. Такое заведение. Довольно интересное заведение. Да, это обыкновенный туалет, пластиковый, на улице. Такой вот порта был, стоящий отдельно, где-то вот в таком закутке, в укромном месте. Я помню подобные туалеты, ну, не такие пластиковые, обычные туалеты, если где-то были, и вот я помню, жил когда в России, в Украине, то пластиковых не было, тогда еще были кирпичные, ну, или другие какие-то деревянные. То есть они всегда были очень такого состояния ужасного, печального. Там и все разрисованные, там и надписи были. Тут был Вася, или Вася плюс Таня, равно там что-то. Или Катя плюс Толик, равно там еще что-то. Ну, а тут в Америке я этого не встречал. Не помню такого. Ну, впрочем, давайте заглянем и посмотрим. Может, здесь что-то увидим. Так, ну, что мы тут видим? В принципе, стены чистые. Вот висит такая черная коробка на задней стенке, в которой эти самые такие специальные подстилочки бумажные, типа, для того, чтобы стелить на саму крышку, так сказать, туалетов, унитаза. Так, вот это мужской отдел. Можно сказать, тут все нормально, чисто даже. Вот общий отдел. Удивительно тоже, в общем-то, никакой грязи. Крышка поднимается, эта подстилочка стелится, и можно решать свои вопросы. Вот туалетная бумага даже есть, друзья. Удивительно. Удивительно, туалетная бумага готова к использованию. Часть уже использована, но немного еще осталось, и кому-то достанется. Так, ну, лежит она, на самом деле, на крышке туалетной бумаги. Вот там, под низом, должна быть туалетная бумага. Посмотрим. Ого, тут, смотрите, какой запас. Три штуки, еще не начатых. В общем-то, я такой не встречал. Не встречал на своей бывшей родине. А вот тут, вот тут вот такая картина, друзья. Слава Богу, слава Богу. Вот здесь я не вижу никаких надписей, ничего не разрисовано. Хотя, можно сказать, в таком удаленном месте стоит. Все, так сказать, чисто, все убрано. И туалетная бумага даже висит, если вы заметили. То есть, вот это, такие туалеты я тут часто встречаю. То есть, это не то, что где-то в таком месте, где там полиция стоит рядом, находится людное место. Тут вообще людей близко нет. И камеры я посмотрел, нигде я не вижу никаких камер. И люди, тем не менее, подростки, молодежь, простые люди не курочат, не пишут свои надписи. То есть, это меня удивляет. Иногда я слышу от некоторых соотечественников, которые сюда приехали, о том, что тут дома из фанеры, из картона и так далее. То есть, как бы, такие ненадежные. Well, да, есть из фанеры делают много, но зато хорошим ссадином их обивают. И немало домов есть все-таки из кирпича, особенно на восточной части Америки. Но зато они, так сказать, добротные дома, пусть из фанеры, но не теплые. И эти дома вполне соответствуют своему назначению. То есть, они теплые, уютные. Там есть туалет и не один, как правило, два или три. Две ванны, как минимум, где есть всегда горячая, холодная вода. Дом, где есть всегда тепло, газ тоже всегда есть, электричество всегда есть. Я такое не помню, чтобы когда-то отключали за свои 21 год. То есть, как-то так. Что толку иметь, вот скажите, что толку иметь кирпичный даже туалет? Хороший, мощный. Туалет там, где негде встать, все заминировано. Там, где все стены разрисованы. Там, где-то, так сказать, задыхаешься от запахов. Там, где и стены все продрявлены, просверлены из одного отдела в другой. Или даже кирпичи выбиты, где двери, так сказать, еле закрываются или вообще не закрываются. Рукой нужно держать. То есть, вот как-то так, наблюдая за все это, вспоминаю, как вспомню, так сдрогну. Есть такое выражение. Вот, может быть, в каком-то смысле это может сюда тоже относиться. Так, друзья, ну, при всем этом сказать, что Америка страна идеальна, нет, не сказать. Тут много других проблем, своих проблем. Так что всем нам есть, как говорится, куда расти, над чем работать, извлекать и, видя лучшее, стремиться к нему. Помоги, Господь, всем нам стремиться к лучшему. Ну, мы знаем, что на земле этого лучшего, идеального, навряд ли мы найдем. Оно есть на небе у Господа, и оно ждет всех нас. Через несколько лет, десятков лет, мы встретимся или с этим лучшим, или с тем, что мы отвергли здесь. Это лучше, точнее, с последствиями. Помоги, Господь, нам его не отвергать, знать его лично, читать его слово, Библию и исполнять. Хорошо, друзья, благословения вам. Всего самого наилучшего. С Богом! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!